Кадры, которые вы сейчас увидите, прямо скажем, не для слабонервных. Любителям спиртного их лучше не смотреть. Служба госдоходов сегодня начала трехдневную операцию по уничтожению 5000 литров коньяка и виски дорогих марок. Они признаны подделкой, хотя владелец ценного груза утверждает обратное. Сергей Герасимов увидел, как вытекает коньяк. К выдержке этих благородных напитков латвийская служба госдоходов прибавила еще два года. Это время бутылки провели на таможенном складе. Правда, разлить содержимое по бокалам уже не получится. Дорогой коньяк и виски отправляются в пластиковые коллекторы, а оттуда прямиком в канализацию. Налоговая служба постановила это контрафакт. Рижский окружной суд после двух лет судопроизводства также встал на сторону налоговиков. Сегодня 40-градусный Хенеси, а завтра и в пятницу Джек Дэниелс. Под конец недели градус повышают. Всего в течение трех дней должны вылить примерно 5000 литров алкоголя марки «Премиум». Пожалуйста. Общая стоимость груза порядка 80 тысяч евро. В немецкой компании, которой он принадлежал, говорят, он предназначался до рынка Казахстана. О чем, кстати, говорят и казахские акцизные марки на бутылках. С решением СГД и суда здесь не согласны. Убытки немецкого предприятия в результате этого составили более чем 240 тысяч евро. Компания возмущена произошедшим и особенно разочарована решением Рижского окружного суда, который без какой-либо экспертизы, основываясь только на визуальном осмотре бутылок, заключил, что эти продукты «Премиум-класса» являются поддельными. В немецком предприятии отмечают, что их апелляцию по делу суд также отклонил. Вместе с тем, разочаровавшись в Латвии как в надежном партнере, немцы отныне намерены выбирать другие пути для транзита своей продукции за рубеж. Впрочем, как латвийскому телевидению отметили в службе госдоходов, никакой экспертизы проводить не нужно было. Вот выдержка из их ответов. СГД сама не проводит экспертизу, а отправляет информацию и образцы владельцу торговой марки, который оценивает подлинность товара. Владелец торговой марки дал свое заключение службе госдоходов о том, что товар не соответствует оригинальному и должен быть признан поддельным.